сколько макс на этом дереве опять бывало росло много но сейчас ничего здесь нет я только здесь я только здесь дрожжал к есть вот такое черное вообще как икру такая неприятная и здесь много дрожжалка я знаю дрожжалка оранжевая такие дрожжалку я не знаю да сорт другой можно цвет меняет в углу грибов насобирали сколько макс нам повезло с тобой вот это да какие свежие да а здесь целое бревно смотри макс вот это да корзину не помещаются нормалек с грибами сегодня ребят с грибами супер должен был уйти я понял а вот еще грибы макс и красивые 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 вообще из другой стороны тоже пенек оброс это да это да идем такие идем вот кого кого березники вот здесь этих я точно не ожидал смотрите друзья вот это уже наши вот это уже наши вешенка и вот еще тут немножко такой дни не старого пыльники немножко ну и так что хочешь дерево по другой стороны еще взял думаю как только на на хорошей березе не друзья это сухая березина она уже не живая вот они ей питаются ну не ожидал здесь не ожидал я вас встретить ну какие ножик у меня есть ничего страшно сделать так вот их подломаю вот ничего не страшно не будет лучше конечно ножкам подрезать верюшинки макс вот этого корзинка час и наполнится держи рукой а я их подрежу это может не сильно острый все это покажи-ка о какие а какие красавцы надо же макс с собой нашли грибы все-таки в лесу так вот ну чё приятно а чего не смело вот смотри я покажу их смело можно есть пахнет вкусно хороший гриб вкусный замечательный раз конечно ничего страшного на вкус прям приятно такой гриб ну сыро не вкусно какой-то шампинь а их сырами то хотя бы есть можно может сынок все нормально ничего страшного конечно можно все хорошо можно кушать можно шутка нормально макс ничего ты грибов не будет все хорошо вперед дальше вот макс здесь я его нашел тогда ну и здесь мы с мишкой его похоронили решили так понял а вот это вот настоящее это мы посадили с мамкой купили вот это называется она она должна красиво расплетаться я не знаю будет она стене там оживельник такой декоративный красиво а вот это делится черемуха что ли но она и так посадила и когда она расцвела поэтому она должна весной зайти я так думаю так что вот так вот бегал наш пацан помнишь носиться он тебя любил тоже носился такой как на рыбалке сидим он макс облизывает все это ведь начать сделаешь такая жизнь нашей собачьей вся человечья ничего не поделаешь все в жизни приходит и не приходит пойдем малыш пошли гулять с нами пойдем дальше вот это распуть и дорог же это нашел я уже такой туда еду в лес ну пойду я что вечером поехал прокатиться потом пойду прокачусь приехал сюда только повернул сюда вот здесь а он отсюда вот выбегает отсюда вот этого места такой я такой я окошко открываю дверь че я такая собака он такой на меня уф уф я сбежал от меня как бы испугался но я все равно остановился дверь открыл че такая собака уйди ко мне думаю на камеру сейчас включу типа типа собака бегает и он ко мне давай тут обниматься целоваться лезть и короче так вот ну я как у его ну прыгай прямо здесь он ко мне запрыгнул здесь всю машину он садись еще не многие не верили говорили что типа того я это типа на ирана сетка на машине висела говорят ну и сетка сетка на меня сам знаешь макси помнишь я с китая там заказывал это бы для бутылок сетка было ну ладно и он такой сидит со мной проехал со мной туда уже уехали там там в лесу остановились я буду будешь со мной говорю если не убежишь от меня говорю я с грибами приехал поешь со мной вот так со мной все грибы оббегал в машину и все и так с нами почти три года жил так же такие дела ну ладно все малыш пошли гулять все равно мог бы здесь умереть но но бы не мог бы он бы здесь умер у него было кстати здесь пол буханки хлеба жало таким сухарем уже ну как чертся такая лежала не знаю он худющий был и клещи у него на голове помнишь я тогда еще привел ты говоришь клещи у него тут потом понаходили там много не знаю чего он умер ну как врач сказал может быть и от клещей но анализ не показал на клещей и могло быть что отравился или отравили или еще как-то он мог что-нибудь иногда мог он ему хватало еды и все хватало вдоволь иногда мог что-нибудь подобрать и схавать я знаю даже овчарки вон у людей домашние он тетя лены помнишь домашний у них там этот тетя лена даже она тоже меня постоянно ругала у нее что она мышей съедает ну как бы она тоже мало схватить и собаки еще сделаешь так что у них это домашних то меньше ну да ну у нас он видишь какой кому как судьба наверное все поехали вот в этом месте мы с малышом тогда бегали здесь гуляли белых то столько насобирали а здесь смотрите друзья по моему если не ошибаюсь то это зимний опенок да он 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 вот они медовый цвет такой у них зимняя опята после привык там своих местах их находить а там уже в них уверен да вот ножка черная видите друзья зимние опята уже пошли это точно они тут может ничего обычно них черная ножка ну да зимний опенок какой медовый как он называется вот цвет медовый такой видишь вот это то не точно черные ножки это не самые такие грибочки немножко липкие да они они значит тоже пошли уже то я обычно хожу за ними чуть не зимой когда уже прям морозы даешь даже когда снег лежит а сам даже в январе еще набирал тогда они уже прямо вообще или по дороге перебираемся другое место думаю далека гриб не гриб думали мне померещилось гриб самый настоящий друзья зонтик взял зонтик вырос здесь ведь какой о да хороший някотный один только жаль один я бы их обязательно набрал бы один конечно тут макс брать зонтик вот такой шикарный приготовлю мамка мне тогда говорила найдешь бери только здесь дорога вот она идет на дорога здесь такая она одна машина проедет за день если вообще может не проедет а так красиво ноги я не беру никогда из них а шляпку беру какой горят грибов нету как же еще разнообразие какой грибов еще можно найти пойдемте дальше все таки переедем добрались до вот такого сосняка грудайка здесь посмотрим ну его друзья четвертый вид грибов сегодня кто сказал что нет грибов серушка вот еще одна вот они серу же прям так темнеет все время пол 5 до макс уже вечер у нас а 4 ровно 4 ровно вот она серушка маленькая совсем маленькие вот такие дом куда пройдемся здесь посмотрим вот серушки кстати вот эти грибочки они заморозки любили прямо когда бы уже мороз может быть еще и вырастут поэтому есть еще надежда есть надежда тем более еще пока передают что что до конца этой недели мороза не будет получается еще у нас дня 4 есть запасе ну посмотрим посмотрим дождь и тишина посолить классно да чистенько гуляешь и знаешь как это кто-то мне писалось подписчику говорят это есть такое когда ты хочешь просто полезу японцев что ли называется как же называется как-то это как ванна что ли ванна для лесная ванна о гриб типа медитации и типа лесная ванна как-то вот так вот то что ты ходишь дышишь лесом какой ребенок вот эту серушку такими нравится толстой ножкой у это да это грибок типа медитации да не тоже метаться типа ты дышишь кислородом у тебя это вот какая-то ванна так как японцы называют уж точно забыл куда именно вопрос подышать и ручки в огорика здесь маленько начинают попадаться какая хорошая это шоколадная закругленная прямо такая закругленная ребят смотрите вообще природа и мак отшлифовала видишь как да если руки такие интересные может повезет макс бугорок на бугорке тоже серушка какая на бугорке так наберем понемножечку гляди-ка по грибочку хотя помню эти места трава вот такая здесь одно время так много было да такие шикарные прямо за полчаса и корзина большая потихоньку то начинают и какие да какие посмотрите мощные толстенькие серенькие а эти грибы в сяружке принципе делайте что хотите с них они пожарите хотите на зиму их заболеновать все они такие съедобные грибы смело можно их собирать кушать да уже маленько темнеет макс где я там вижу спряталась еще одна какие-то одиночные хотя они в грибы такие которых много обычно ну зато какие ребят зато какие вы посмотрите зато какой гриб в и вот еще одна маг по одной по одной по одной по одной холодненький о по одной по одной а вот здесь под деревцем еще раз и еще два красота там плохенькая одна вижу гляди-ка гляди-ка и вот и вот она гляди-ка и вырастут помаленьку он как розочка и гомоза по чуть-чуть по чуть-чуть и они начнут может быть от морозы как раз я их и любил морожеными собирать ведешь кубок нашел уху куй и мог шикарную нашел вот ведь к друзья есть все-таки грибочки то кто сказал что нету кто сказал что нету вот от собираемся с максимум другое место помните в сад яблочный за вешенками один там яблоки собрать те что я туда оставлял еще какие-нибудь ну короче на целый день грубо говоря там пошлятся у нас есть пока время погулять еще маленькая еще растет значит буду смотри-ка вот еще на днях может и разрастутся секта какой здесь большой не должны мог заблудиться не должны на ориентацию меня есть здесь мог да вот вы же там далеки какие далеки слышь машина гудит как бы дорога до ориентации но это мы завтра выйдем только это вообще будет далеко-далеко от нашей машины поэтому нам собой как бы в обратную сторону как бы так если что даже еще на ромашки растут маленькая ромашка а ромки а к вечеру уже как будто так как будто хоть и хочет морозе так свежо становится но не холодно прямо еще совсем но так есть немножко уже друзья и в это время можно грибов найти серушки зимние опята потом все на со мной макс еще нашли вешенки вешенки вот они да кстати вот за ним зато пойдем да что то есть какие то еще были грибы а этот как его как он называется большущий гриб вон он лежит в корзинке а зонтик друзья вот такие грибы еще можно найти я думаю еще будет что-нибудь так что вот так все пока смотрим ладно давай ну у нас домой не придет у меня скажет нам все-таки туда в ту сторону вот такой лет знаете заблудиться можно вроде кажется снег сосняк вот такой но она везде одинаковый вроде ориентируемся что но туда назад вроде пока так ну там сейчас сообразим ну все всем пока зато наверно рванем до в другое место